Всем привет! Мне тут это прилетело эстафета и целых две недели я не могла записать видео, потому что ждала микрофон. А без микрофона звук как из тазика, поэтому видео так затянулось. Эстафету мне передала Галина с канала Цветочки у Галины. По правилам эстафеты я должна сначала рассказать о себе. Зовут меня Юля, мне 36 лет, живу я в ближайшем Подмосковье, родом я из Карачаева Черкесской Республики. Привет! Кто меня смотрит оттуда? У меня самый замечательный муж на свете, две чудесных дочки, которые помогают мне с растениями. Они все время хотят их полить, протереть листочки. И знаете, мне кажется, это все передается по наследству в плане генов. У меня у мамы куча растений, у бабушки куча растений. Я себе завела кучу растений, хотя в детстве говорила, что не-не-не, у меня не будет ни одного цветка в доме. Хотя весь наш дом был наполнен цветами. И сейчас вот посмотрите, как ни одного цветка у меня нет. Хотя все началось, знаете, в студенческие годы с подаренного кактуса. Мне мои соседки подарили кактус. Он жил с нами, мы все дружно за ним ухаживали. Это был наш друг такой. Мы иногда даже с ним разговаривали. И потом он переехал со мной, когда я съехала с общежития. Мы стали жить с моим мужем. Но, знаете, он не дожил до сегодняшних дней, потому что я умудрилась засушить кактус. Это первое растение, которое пополнило мое кладбище домашних растений. Оно у меня огромное, если что. Потом я покупала драцены. Много. Я даже не помню сколько. Их сложно посчитать, потому что почти каждый раз, когда я ехала в Икею, я смотрела на драцены. Они стоили там вообще недорого. Я себе покупала драцены для того, чтобы сделать уютно в доме, как-то облагородить это все зеленью. И, знаете, из-за того, что я работала, я благополучно забывала иногда их полить. Но они какое-то время у меня жили, но потом они засыхали. Они превращались в гербарий. Мой муж уже смеялся надо мной, когда я покупала, я уже не знаю какую пару. Он говорил, может не надо, они же все равно засохнут. Я говорю, нет, надо, они должны жить у нас. И так, я не знаю, сколько драцены я убила. Я, наверное, не буду вас шокировать. И потом мы, когда переехали уже в свою квартиру, мне подарили замиокулькас. Вот мне подарили грацену, еще много разных растений. Мама мне подарила монстеру. Вот был небольшой отросточек. Кстати, она до сих пор живет. Ну, как бы не именно этот отросточек, а вот детка от того отросточка вот сейчас у меня растет. И мое хобби в течение декрета, знаете, так вот размножилось, да. Я стала увлекаться различными растениями. У меня были фикусы коллекция беджаминов, которые меня потом достала своей мусорностью. Вот я что-то заменила, что-то возвращаю обратно. И любой цветовод меня поймет, наши вкусы периодически меняются. Нам хочется чего-то нового, потом хочется чего-то старого. И вот так нас все время колбасит. Давайте я буду потихонечку поливать растения и пройдемся по остальным пунктам. Пункт номер два. Чем я могу быть полезна для вас? Знаете, мне очень сложно вам что-либо обещать, потому что навряд ли в каждом моем видео будет полкило пользы или дневная доза витаминов. Такого я вам гарантировать не могу. Но если вам интересно, чем занимаюсь я, интересна моя коллекция растений, то предлагаю вам подписаться и вместе со мной заниматься растениями. Что-то мне подсказывать, что-то спрашивать у меня. Мне кажется, у каждого блогера есть своя аудитория, свои люди. Поэтому если вдруг нравится мое общение, мои растения, моя подача, то... Третий пункт. Это развеять миф или открыть секрет. Знаете, очень хочу развеять один такой сумасшедший миф. Мне частенько в комментариях прилетает, что вот вы режете растения, вы только хотите на них зарабатывать. Ну, то есть оказывается, что я держу растения для того, чтобы только на них зарабатывать. Но мне кажется, что люди частенько не понимают одного, что в целом растения нужно иногда обновлять, омолаживать. И поэтому мы их стрижем, мы их черенкуем. Растения могут израстаться, и они уже становятся некрасивыми. Иногда смотришь, у кого-то растет какое-то растение, вот оно уже на пяти опорах стоит, вот все такое кривое, косое. Ну, не знаю, мне такое не нравится. Лучше бы я обрезала, омолодила, заново бы вырастила это растение, и оно было бы симпатичнее. Ну, это на мой вкус. А кто-то считает, что если я режу растение, то обязательно я его буду продавать, и хочу на этом наварить большие деньги. Но все цветоводы знают, что растение, да, наше вот хобби, это удовольствие не из дешевых. Ну, я имею в виду, нужно купить грунты, горшки, опять-таки растения. Если это не просто какие-то там фикусы, которые вы у бабушек по 100 рублей покупаете, а какие-то интересные сорта, интересные редкие экземпляры, то они стоят немалых денег, особенно какие-нибудь растения из Таиланда. Поэтому я, если что-то обрезаю, получаю от этого какие-то деньги, я добавляю еще столько же или в три раза больше и трачу это на новые растения. Поэтому наше хобби, я считаю, убыточным, неприбыльным, а убыточным. Если вы считаете по-другому, пишите. Буду рада пообщаться с вами в комментариях. А еще у меня есть один секрет. Но боюсь, если я с вами поделюсь, вы вызовете санитаров. Хотя вы же не знаете, где я живу. Поэтому пойдемте, я вам кое-что покажу. Мне же часто пишут, что я ведьма. И у меня, как у каждой уважающей себя ведьмы, есть чулан. Необычный чулан. Чулан с растениями. У нас в квартире есть небольшая кладовка. На срач, кстати, не обращаем внимания. Все-таки делается скидка на то, что это кладовка. И здесь я организовала стеллаж с растениями. Вот такой стеллаж. Здесь растут растения, различные черенки. То, что я черенкую. Какие-то излишки. Кто-то стоит на реанимации. Вот, допустим, папоротник, который хотел помереть, вот отсушил все ваи. Но, видите, вот здесь он поднабрал новые. Растет, прет. Все ему нравится. И здесь же я содержу растения, которые я пока не хочу ставить там на подоконник, на комод, да, которые находятся вот в таких одноразовых, непрезентабельных стаканах. Вот, мне часто пишут, что у вас все красиво, у вас все в горшочках. А где ваши одноразовые стаканчики? Вот, вот здесь я их прячу. Вот. А потом, когда растения подрастают, я их пересаживаю в более красивые горшочки, они отправляются на свое постоянное место. Также здесь еще живут излишки. То, что у меня лишнее. Вот. То, что у меня там на продажу. Я тоже все содержу здесь. Вот такой вот мой секрет. Как думаете, санитары уже за мной выехали? Вы там уже позвонили куда нужно? И в завершении я хочу передать эстафету трем каналам. Ссылку на них обязательно оставлю в описании и в закрепленном комментарии. А вас попрошу зайти к ним и написать им, что они участвуют в эстафете. Также, если вы вдруг на кого-то из них уже подписаны, пишите мне под этим видео. Мне на самом деле будет очень интересно. Смотрим мы одних и тех же или разных блогеров. Первый канал это Сансы и Красулы у Ольги. Очень классная коллекция. Шикарная, я бы сказала. Приятные ухоженные растения. У Ольги еще очень такой нежный, приятный, обволакивающий голос. Заходите к ней в гости. Вам обязательно понравится. Второй канал достаточно молодой. Автора зовут Владимир Добровольский. Надеюсь, правильно произнесла. Если что, ссылочка все равно будет в описании. Очень интересно наблюдать, как он строит теплицу, как он все начинает с нуля, рассказывает об этом. И в этой теплице растения будут зимовать. Очень интересно. Заходите, подписывайтесь. Я думаю, вы тоже для себя что-то интересное там найдете. И третий канал, автор тоже мужчина. Мне очень нравится его подача. Я постоянно смеюсь. Он тоже рассказывает о растениях, постоянно забывает их названия. Вот, очень классная подача. Заходите, смотрите. Я думаю, вам тоже понравится. Ну, возможно, вы тоже уже подписаны на них. Я надеюсь, мое видео было для вас интересным. Желаю вам всего доброго. И до встречи в новых видео.